МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию причин авиакатастрофы в Наринмаре сегодня утром приступила к работе на месте происшествия. Напомню, накануне состоялось первое заседание комиссии, в ходе которого были назначены руководители летной, административной и технической подкомиссий, каждый из которых будет работать по определенному направлению. Как рассказал накануне руководитель объединенного Наринмарского авиаотряда Валерия Стопчук, на первоначальном этапе работы комиссия будет выясняться, почему воздушное судно находится на месте падения. Для установления причин катастрофы будут рассматриваться каждый обломок на предмет выяснения, либо это разрешение силовых элементов, либо результат столкновения с землей. Все эти аспекты будут исследоваться, и по результатам будет устанавливаться причина авиакатастрофы. Ее расследование будет проведено в строго обозначенный законодательством срок – 30 дней. В ходе работы комиссии будут исключаться нежизнеспособные версии авиационного происшествия, отметил Валерий Стопчук. Напомнив день катастрофы на комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона, предположительной причиной катастрофы был назван отказ двигателя. Специалисты Всероссийского центра медицины катастроф запретили перевозку пострадавших в авиакатастрофе в Москву. Причина – критическая для пациентов высота полета самолета Ан-148. Именно его планировало задействовать для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Напомню, московские клиники были готовы принять пострадавших. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора главы Ненецкого округа Александра Цибульского с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой. Как сообщает прислужба администрации округа, решение о запрете транспортировки пострадавших в Москву принято специалистами Всероссийского центра медицины катастроф на основании представленных Ненецкой окружной больницей выписок о состоянии здоровья пациентов. Самолет Ан-148, который был готов к отправке пострадавших в катастрофе, совершает полет на высоте 10 тысяч метров. Она является критической для пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии. По словам руководителя окружного профильного департамента Сергея Свиридова, в Минздраве дали высокую оценку действиям врачей Ненецкой окружной больницы. Речь идет о точной постановке диагнозов и о качестве проведения медицинских манипуляций. В профильном региональном ведомстве сообщили также, что в Архангельской областной клинической больнице все готово для приема остающихся до настоящего времени в Наринмаре трех пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей во вторник, самолетами Л-410 областной санитарной авиации, которые выполняют полет на высоте 4 тысячи метров. В Архангельск за последние два дня уже доставлено 7 пострадавших. В настоящее время вылет у рейсов с бригадами медиков из Архангельска препятствуют погодные условия. Прогнозы синоптиков в настоящее время не самые благоприятные. Как только появится летная погода, рейсы из Архангельска прибудут в Наринмар, чтобы забрать пациентов для прохождения дальнейшего лечения в Архангельской областной клинической больнице. Россия, устремленная в будущее Под таким названием в эти дни в Москве прошел итоговый форум действий Общероссийского народного фронта. В два дня фронтовики и федеральные чиновники обсуждали реальные проблемы страны и вырабатывали пути их решения. В Москве состоялся итоговый форум действий Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее». За два дня на площадках «Крокус-экспо» в форуме приняло участие более 4 тысяч человек. Это активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти и журналисты. О том, какие решения были приняты, над чем еще предстоит работать, и что в качестве новогоднего подарка от ОНФ получат 20 регионов России, расскажет моя коллега Мария Владимирова. Форум ОНФ «Россия, устремленная в будущее» – самый большой и значимый в истории Народного фронта. Два дня фронтовики и федеральные чиновники обсуждали реальные проблемы страны и вырабатывали их в пути их решения. Название нашего форума «Россия, устремленная в будущее» мы действительно хотим увидеть всей страной. Какой мы хотим видеть Россию через 2, 3, 5 лет. Мы хотим предложить президенту, администрации президента, правительству огромное количество наработок наших экспертов, активистов Общероссийского народного фронта. И все их мы надеемся опубличить, конечно, лидеру движения, президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Обсуждение проблем прошло сразу на шести тематических площадках форума. Одной из самых популярных в год экологии в России стала площадка «Экология будущего. Устойчивое развитие». Впрочем, несмотря на то, что год экологии завершается, большая работа в этом направлении только в самом начале своего пути. Один из проектов, который эксперты уже называют удачным – генеральная уборка «Интерактивная карта свалок». Когда мы начали анализировать ситуацию с реформой мусорной отрасли, которая предполагала создание декоративных схем обращения с отходами, выбор региональных операторов, определение тарифов, мы увидели, что ситуация очень сложная. И в прошлом году, примерно в это же время, на форуме действий, мы информировали нашего лидера, а он в ответ сказал, что, наверное, было бы неплохо шире опираться на мнение неравнодушных граждан, вовлекать их в выявление того огромного числа, а мы тогда еще не представляли, сколько на самом деле незаконных свалок по нашей стране, для чего было предложено подумать о создании некого геоинформационного ресурса. И мы буквально через несколько месяцев разработали проект, который называется «Генеральная уборка». За время реализации проекта фронтовиками принято 16 тысяч обращений от граждан, взято в работу более 7 тысяч заявок, ликвидировано более 7,5 тысяч свалок, и эта работа будет продолжена, в том числе и в арктической зоне. Ведь только в Ненецком округе отмечено около 200 объектов складирования мусора, половина из которых накопленный экологический ущерб. Это то, что когда-то оставили военные, работники гидрометслужб и нефтяники. Для систематизации работы в данном направлении ненецкие фронтовики на форуме выступили с предложением. В следующем году сделать полную инвентаризацию мест накопленного ущерба в арктической зоне, для того, чтобы понять, какой мусор у нас в Арктике существует и что мы должны убирать. Потому что эта работа, несмотря на то, что было много поручений, она не была выполнена. Еще одно предложение Ненецкого округа, которое также было озвучено на площадках форума, касается усовершенствования проекта ОНФ «Карта свалок». Как наш опыт показал, опыт Ненецкого автономного округа, где объектов живых каких-то поселков, то есть ориентиров, так скажем, на карте ориентиров очень мало. То есть если в центральной части России отметить место расположения на карте свалок довольно-таки просто, у нас таких ориентиров очень мало. То есть у нас река, озеро, ни леса, ни населенных пунктов, ничего нет. И у нас возникают проблемы как раз по локализации этих объектов на карте. То есть мы выступаем за предложение модернизировать портал, сделать доступ к координатам, и чтобы вводить точки не тыкая на карту курсором мыши, а вводить через координаты. Лидером в реализации проекта «Генеральная уборка» является Татарстан. За 11 месяцев этого года в республике было выявлено более 500 несанкционированных свалок, 416 из которых, или 75 процентов, уже ликвидировано. Там, где десятилетиями в республике были зловонные кучи мусора, теперь растут деревья. Где-то после рекультивации сделаны зоны отдыха. Впрочем, республика Татарстан не единственная в списке регионов, где к реализации проекта подошли с полной ответственностью. В рамках форума Общероссийский народный фронт подвел итоги реализации проекта «Генеральная уборка». Те субъекты, которые успешно справились с поставленной задачей, а это Ростовская область, Краснодарский край, Республика Морел, Кировская, Томская, Рязанская, Тульская области, Республика Татарстан, Новосибирская область и Московская область в качестве подарка к Новому году за успешную реализацию проекта получат вот такие замечательные венники. Ну а те регионы, которые провалили проект, вот такие мётлы. Но не как намёк на то, чтобы убраться из проекта, а как намёк на то, чтобы наконец-то навести порядок на своих территориях. «Генеральная уборка в стране продолжится не только за счёт ликвидации свалок. В этом направлении ещё масса других амбициозных проектов». «Комфорт» – это не только то, что окружает это и то, в каких условиях проживают граждане. В текущем году запущен проект «Комфортная городская среда». Продолжается реализация программ капитального ремонта многоквартирных домов. Наряду с созданием комфортной городской среды необходимо параллельно, в тесной связке, развивать и доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Немало предстоит ещё сделать и в создании комфортных и, самое главное, безопасных дорог в рамках проекта ОНФ «Дорожная инспекция карты убитых дорог». В настоящий момент на карту убитых дорог нанесено 25 тысяч участков, требующих ремонта. Порядка 10% уже отремонтировано. 15% дорог подверглись ямочному ремонту. 10% заложено на ремонт в следующем году. Продолжены будут и другие проекты Общероссийского народного фронта, например, касаемые медицины, качество медицинской помощи, её доступность, поддержка семьи и детей. Эти темы стали ключевыми в рамках рабочей площадки «Медицина будущего здравоохранения». В области здоровья сбережения уже сделано немало конкретных шагов. Какие именно, не просто рассказывает, а показывает компания «Медицинские информационные решения». Это два абсолютно бесплатных мобильных приложения, как для врачей, так и для пациентов. Справочник врача – это помощник в принятии взвешенных клинических решений, поясняют разработчики. За три года приложением стали пользоваться более 330 тысяч специалистов. В нём сегодня интегрировано более чем 150 медицинских калькуляторов, справочные данные, доступ к Федеральной электронной медицинской библиотеке, доступ к крупнейшей базе на иностранных языках ПАБМЕД, уникальные справочники, разработанные совместно с различными медицинскими организациями, и плюс новостная лента о последних достижениях медицины. Применение такого приложения позволяет доказанно уменьшить время приёма специалиста и увеличить скорость принятия клинического решения. Использовать данное приложение врачи могут, находясь даже в самой отдалённой глубинке, включая и поселение Ненецкого округа. Главное – наличие интернета. О цифровой стороне на форуме ОНФ говорили на ещё одной площадке. Цифровая сторона – новая модель взаимоотношений между государством, гражданином и бизнесом. Общественный контроль в сфере государственных закупок и технологического развития страны – эти темы легли в основу повестки заседания. Тема площадки экономики связана именно с цифровой экономикой. На мой взгляд, это именно то направление, которое бы позволило нам сделать значительный шаг вперёд, поскольку цифровизация всех этих процессов экономических – это по признанию всех экономистов и всех лагерей, всех направлений – это тот резерв, который Российская Федерация ещё не исчерпала. Цифровая Россия – это не только экономика. Например, московские школьники благодаря современнейшим разработкам уже забыли, что такое писать на доске мелом или показывать указкой, где находится та или иная страна на карте мира. Проект «Московская электронная школа» является частью проекта «Российская электронная школа». В этой уникальной программе заложен весь курс образования школьников с 1 по 11 класс и по всем предметам, например, по географиям. Прекрасно! Найдите, пожалуйста, полуостров Малайзии решительным движением. А где? И мы там вводим на полуостров Малая Азия. Где? Чуть-чуть севернее. Стоп! Физика царицы нам помогла. Дальше. Крупнейший, да, один из крупнейших поставщиков урана на мировой рынок. Наш ближайший сосед, который мы арендуем космодром Байкону. Вот это? Браво! Это Казахстан. Вот видите, как всё здорово. Это куда-то вот сюда, да? Подходите, мы сейчас всех научим, все не вопросы. Вот так, да. Прекрасно! Данный урок, он рассчитан на некое расширение представлений вообще о географии, вот на неком нелинейном её изучении. То есть на развитие мышления, на развитие образного мышления, на развитие логического мышления, на развитие представлений вообще об окружающем мире не на предметном уровне, а на уровне, ну, как принято называть, меж- и мета-предметных. О инновационных образовательных методиках фронтовики говорили на площадке образования будущего. Участники отметили, заложить современные образовательные стандарты в старую форму не получится. Учителя школ должны осознать, что модель начальник-подчинённый в общении с учеником – это изживший себя архаизм. В школьной педагогике необходимо расставить новые приоритеты – воспитание целеустремлённости, самостоятельности и индивидуальности. Это позволит сформировать партнёрские отношения между учителем и учеником и в результате подготовить конкурентоспособного выпускника. Сейчас общая нагрузка, включая внеклассную, на учеников старших классов доходит до 60 часов, что негативно влияет на их психическое и физическое здоровье. Участники обсуждения предложили актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты. Следует сократить объёмы домашнего задания для средней школы и отказаться от домашних заданий по непрофильным предметам для старшей школы. Мы вооружимся знаниями, будем их реализовывать в нашем регионе, преодолевать скептиков, потому что на сегодняшний день я убеждена, что Россия, устремлённое будущее, зависит от нас, от нашей активности, от нашего желания, от нашего оптимизма. Второй день форума – действий, кульминации всего происходящего. На рабочих площадках подвели итоги всех обсуждений и собрали десятки конкретных предложений, которые фронтовики передали главе государства. Владимир Путин прибыл в Крокус-экспо на место проведения форума в 13 часов. Он поблагодарил фронтовиков за проделанную работу, отметив, что впереди ещё много совместных дел и проектов. Все мы, от мала до велика, как говорят в нашем народе, все мы должны помнить, что Россия, наш народ, по сути, все наши семьи прошли через очень сложный и слишком трудный период своей истории в предыдущем веке. Через революции, войны, кардинальные изменения всего жизненного уклада. Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Беречь всё, даже то скромное, чего мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми. Чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества. Я вижу в этом и нашу общую с вами задачу, и, конечно, свой личный долг и гражданскую ответственность, и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты Российской Федерации. Сильная, устремлённая в будущее Россия нужна всем нам, и всё зависит только от нас. Спасибо вам большое за поддержку. Удачи. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.